вот я голубка у меня заболела она и какая черненькая как уголек она прилетела вам откуда как прилетела откуда-то сама это да да внешне это было она вообще-то у меня придешь какая с козырьком маленькая ну замечательный друг обезножила и пистала перестала крылья махать просто на одном месте сидит вот триняю подержал меня специально коробка есть видишь какая она смотрит и это какой кошки вокруг он мне ну чего она кошка-то но ну а хвостик посмотри хвостик понюхай но она как-то крутится нет ну да это именно такая она из турманов но главное сегодня она ночью стало ей легче а каждый день святой водой кропил здесь они у меня здесь как маленький вольерщик здесь вот она где сидит вот она в уголок забилась и видать и вон она тут был у меня желтый один у него направился на перышки застыла а дальше еще и он перестал даже оправдывается он пробыл у меня неделю только пришел сразу полетел и стал искать свою подружку нашел она видно уже познакомилась другим то сразу колотушку и под затылок ее и долбил ее гонял а я стою других кормлю они на руку садятся он ее гонял пока она домой в гнездо не залетела он успокоился и начал я рассказывать видно где он был ты не думаешь что просто так у меня однажды была такая интересная встреча по голубям это я предисловие сидим мы с директором ликероводочного завода здесь комбината польталь Роберт Робертович хороший человек ну просто хороший вот хотя бы занимался не тем чем надо водку выпускал ну и как-то разговаривались разговорились и у него тут пришел к косоротов владимир иванович он какой-то предприниматель какой-то ооо зао там тоже руководит голубятник голубятник общероссийского масштаба они приезжают допустим голуби потом здесь из щелябинска сюда приезжают специально у них машина такая как рафик раньше был такая там где у них вольер и потом одновременно дверки вот так открываются и они вылетают а там ждут а у каждого кольцо и они как домой прилетают и засчитывают а сколько три тысячи километров иногда пролетают но здесь на 1700 километров но это за один день или да как это день ты умею или нет у нее скоро 60 километров 70 больше нету за один день ты еще ей надо и питаться и ночевать и брехнул просто не подумал 1700 это ты два шофера за день и за сутки не проехать единственный раз мы проехали полторы тысячи километров ну бывает там за шесть там за пять дней прилетает и они фиксируют у них соревнования идут а чтобы они летали постепенно и от дома дальше и дальше выпускают это большая работа такая и вот этот сидит здесь владимир иванович и говорит я привез благодарственные кубанские коричневые такие как хорошие маленькие но у меня один потерялся говорит уже потерялся наверное месяца три потерялся я говорю у меня как раз в время один прилетел такой же да вы что но я в нем нашел такого соратника он для лагеря потом помогал разное там какие-то напитки давала еще что-то он приехал ко мне ну мой голубь то ну я чё я тут твой да твой а он уже женился у меня здесь она побольше его он ко всем сватался а у него голос другой все голубки его зазирали и вдруг а он такой например пристает пристает как бывает на танцплощадке какой ко всем голубком то но одна на него обратила внимание хорошая такая белая породистая но и поженился он с ней а я то его забрал оторвал она одна она скучает сидит и вот он у него там вырвался и обратно прилетел меня нашел здесь и ты посмотрел как они любовались он к ней залез туда вот кормить он не ест еще только клювом ей голову гладит наговаривает она согнулась под ним и не могут налюбоваться это смотреть надо было и друг владимир иванович приехал и говорит у меня тяну летел я что должен сказать не знаю я говорю прилетел он уже дома любуется ну так отдашь я говорю у меня сердце болит смотреть как мы разлучили как он любуется как она перед ним но если я тебя отдам и улетит назад не жди больше никогда не отдам да нет он буквально на следующий прилетел вот какая штука а потом я унесу потеряю к чтобы спасти он начал куда-то отдаляться и там его выпустили рано он улетел и больше не вернулся неизвестно куда я говорю о твоей голубки сейчас с месту пришлось какие у тебя новости на домашнем фронте но я документы никакие не получал просто она позвонила в суд и из-за еще непонятно о чем что за бумаги что за на развод она подала на развод кто она галя галя как его лечать галина валентина и ты игорь валентинович сколько у вас ребятишек сколько семеро семеро сколько лет прожили 25 25 и она подала на развод она верующая сейчас я не скажу что она верующая так она тебе щас ее спросить спросят ты верующий что она ответит ну она ведь я молюсь я постоянно библию читаю все просто не той веры скажет что она считает мне не той веры но однако она зато вам считает за то что ты хочешь храм она сумела сделать так что не один ребенок больше храм не ходит из-за тебя что ты там то есть всех детей настроила против тебя просто серьезно так да ну и вот теперь она подала в суд по религиозному она где-то с кем-то советовалась это дело делать ну с общиной она не советовалась с батюшкой она не советовалась со мной явно не советовалась причина в ней какая главная причина хотя бы самооправдание ну она три года уже как только началась у нас вот это все это размолвка она мне постоянно клевала разводом нет что за размолвка ты говоришь никому не понятно размолвка в чем она нашел ты себя другую жену или что нет три года назад она перестала ходить в храм причина почему причина была такая что до этого мы решили уехать потерять куда куда я искал место куда уехать а почему ты решил уехать почему решил на но я вижу что она скандалит скандальная теряки жить тяжело ну и свои так сказать духовные болячки вылезли что а ты советовался с кем-то кто-то тебя благословил переезжать куда-то нет конечно но она тоже самое делает и в этом студии ты уже не можешь ты такой же не но я с батюшкой беседовал хорошо вас бачка беседу куда вы решили тогда переехать на кубань но течение последнего года я видел за ней такие наклонности отрицательные что я сделал вывод такой что она не будет мне помощницы потому что переезд дело не шуточная стройка жизнь на новом месте сохранить веру то что мы приобрели потеряевки все это я и сказал галя когда последний раз съездили я сказал галя если мы с тобой сохраним то что нам дала потеряевка то мы там сможем жить духовно возрастать все если только сохранить но она это все пропустила мимо ушей и была явно агрессивно настроена на меня вообще она была потому что она отлынила от служб поклонялась от молитвы с нами она не уже не молилась а мы с детьми молились она очень 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 редко вот и на пасху она заявила спросила я принял решение что мы никуда не поедем не это было это в каком году было это в каком году в десятом десятом году в апреле месяце я принял решение но и там были такие моменты мне сон снился вот что мы потеряем там анютку первый сон второй сон мне приснилась мать релеева вот это ее история когда она сказала что когда ангел явился ей когда она последний ребенок умирал вот она молилась слезы она была верующая ей было видение когда ангел показал ей последнюю комнату и свеча и горит вот смотри горит если горит ты скажешь да будет на все воля господня твой младенец умрет он не провел по комнатам ну вы знаете то есть нас да вот вот это такой сон то есть я понял что на все воля божья что здесь в потеряевке это все по воле божьей это мне все нужно для моего спасения и третий момент самый главный что я услышал голос вот как мы с вами фитя в уме своем что слова такие что тебе надо быть здесь потому что это тело на все и посмотрев на галю на ее агрессию на ее я понял что ничего не будет хорошего вот мы там все потеряем я принял решение остаться я об этом и сказал в апреле 2010 года как раз это были светлые дни после пасхи пасха была ранее вот я сказал что нам надо остаться мы никуда не поедем ну тут она закатила истерику крики ругань обзывание оскорбления она сказал я не буду ходить в храм вот не буду посещать и вот с этого момента у него из-за чего причина то что я вынес такое решение никуда не ехать это пошло в разрез с ее созданием с ее желанием уехать вот только на основании это так и дальше рассказывать вот ну это продолжался и первый год летом и начали благовестие ездить на благовестие с каждым годом она была становилась все агрессивнее и агрессивнее высказывала свою недовольство сначала это было так потом было более открыто потом она стала детям все это внушать что вот у вас папа такой сякой он вас никуда не возит воскресенье все увозит ездят все потеряю ночью несла всякий бред чушь как такого благовестия она не признавала третий год ну и вот вот это вот так вот все у него так вот у него продолжалось и на сегодняшний день она в таком духе осталось ты думаешь кто положил начала в этом недовольство ее ты как-то виновен в этом вот если бы ты не собирался куда-то ездить не переписывался на кубань не ездил бы тебе не стали бы готовить там место для переезда то есть этого ничего бы не было просто как жили и жили то был бы мне вот этот бунт доведшего до такого состояния как сегодня видите у него бунт от был всегда просто он был скрыт и такая форма у нее сейчас она она все это у него вылезла наружу и вот этот мой уезд как бы должен ее был заставить смириться принять то что и господь и меня чему побуждал и у него было бы и были бы изменения а то что уехать принял я решение потому что сам был в таком духе как она один дух у нас и тоже мне не нравилось замечанием подсказки это обличение где-то разумление это было противно моему духу тому сейчас я понимаю что то что было это все бог пропускал для моего смирения я и предложил уехать был такой у нас конфликт когда провода порвались а многих позгорели аппаратура позгорела я порвал провода трактором галя пошла к вам разбираться по поводу этих проводов потому что мы деньги собирали на провода на натяжку деньги так у батюшки остались а работа не была произведена в общем искали крайних не в себе искали причину искали крайне вот она пришла в таком возмущении в таком негодовании и это было уже не один раз не один раз я вспомнил слова желтухин что он кто же такой желтухин приезжал так нам том но я знаю священник у него сколько ребятишек было а у него он уезжал пятеро по моему не больше шестеро не помню уже ну да но где то так но ядер он приехал 6 6 он уехал он меня агитировал и последнее время перед своим уездом он меня агитировал уехать вот я вспомнил его слова что уехать отсюда я предложил галя галя давай мы уедем она все это говорит а как мы можем уехать то есть у меня такое сознание что понимание что мы должны все время потерять и жить а ты тут уехать евро ну стал агитировать убеждать ее что уедем ничего сложного преодолеем трудности все вот три года я ездил ездил смотрел реально на эту жизнь как это уехать как это обосноваться сохранить веру вписаться со своими теми научениями духовными в том мире мире московской патриархии в мире неверующим и просто понял что это практически невозможно потому что потерявка это как базис очень тяжело очень тяжело все это осуществить московской патриархии практически это нереально ну и вот все это накладывалось накладывалось понимание вот всей ситуации и что это мне все подвило к тому что мне нужно остаться вот такая у нас была подвижка к тому чтобы уехать а она хотела после этого когда ты дал отбой назад она продолжала идти в том направлении ехать и у него очень сильно как она говорит назову началась и депрессия психоз просто не по ее это вот она последний год когда она оформила пенсию себе сейчас она как-то окрепла видит что дети на ее сторону стали склоняться просчитала проанализировала не пришла к такому мнению что можно уехать самой где-то она советуется с сашей мухой очень сильно дружит она он не часто звонит кормить информацией она делится с ним и она видно получила вот это кто такой саша дмуха а саша дмуха это отступник он был у нас потеряевки член общины но пал отступил от веры стал ходить с сектантом сейчас вообще нигде никому не ходит живет сам по себе очень и вот он сейчас не друг стана и забрала себе консультанта и кто ее благословляет ну да можно сказать так она не только он многие вот она очень жене янчуком общается прямо на восхваляется и ставит мне в пример очень часто женю а в чем пример хороший пример надо нам братья нужно знать ну хороший пример в хозяйстве в обустроении в обустроении дома хотя в обустроении дома там и люди принимают участие старается а по вере как это я уже не касается по вере она соединилась с ним потому что они даже вот когда у нас было собрание я помню первое собрание когда галя подала заявление о уходе из общины было собрание в потеряевке я позже пришел как-то мы столкнулись с жене и женя мне такую фразу кинул игнатий хочет вас выжить отсюда я же не сказал жене игнатий тихонович никогда не сделает того чего бог попустит больше того чего бог по кого выжить то я хотел и меня тебя меня нас глушковых меня-то хотя бы дали знать что я хочу но за меня решать что я хочу а еще и знать не знаю но это его мнение он выразил свое мнение а я ему сказал что ну все таки вера у меня есть я знаю что бог никогда не попустит больше того чего он желает этого я ему это сказал он осёкся но он остался таким же и как только уголе произошло это они сразу с ним соединились я был свидетелем когда была служба я по-моему был наблюдателем в деревне и видел сам как она во время службы ходила к жене он был дома на службе его не было она к нему ходила вот она и духовную какие-то духовные вопросы они она с ним консультировалась а он духовный может дать дельный совет да нет конечно а нет конечно в том числе она находит того кто ее одобряет да 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 она вот именно слепляется с теми кто поддерживает ее одобряет подпитывает то есть она похоже по духовной линии они соединяются то есть она не ищет того кто помог бы выйти из этого кризиса и так выразимся из этого духовного ее состояния и к высшему вел бы обличая и наставляя получая ведь и гнать технич я давно за ней наблюдаю анализирую вот эту ситуацию я просто вот лично мое мнение что ей это не нужно потому что я бы сам не помог я очень часто вижу что в каких вопросах она не права но начинаешь ей объяснять она все вы тут все я с тобой беседовать не могу не буду ты меня не понимаешь все то есть она сама себя блокирует а чем это связано ей нравится свой мир она не хочет его нарушать вот то что он у нее сложился вот она и хочет в нем оставаться оставаться хочет кем она она хочет быть фигурой она хочет говорить чтобы ее слушали чтобы она имела ценность но плоды которые от говорения нашего какие-то плоды как она будет смотреть глотать потом вот жириновский выступает и говорит женщина она на полсантиметра вперед не смотрит а что за этим будет вот я развелась дальше что будет она у женщины аналитического ума горит нету почему бог так и назначил глава глава мозговой центр мужчина а жена это тело его вот что я могу сказать вот она какая есть такая селк на нее смотрю и вот делаю выводы из этого нас максимом я украем уху уловил кто такой максим то максим сын мой старший сын сколько ему ему 25 26 лет уже на ты даже на ты верующий нет нет ну как он он я не скажу что он ярый атеист он не атеист ну как он но он не заходе божьего на христе нет еще и лоха битвы не верующие есть верующие не верующие два только левая и правая значит и она с ним советуются она ему рассказывает да она с ним советуются вот она ему делится со всей со своими мыслями ура сына на это может советовать и но и как он деле стоит на какой я даю да никак не тут не тогда на это не отвлекайся меня интересует твое сейчас разумение того что она делает вот она подала горышин развод да она подала документы на развод вот она еще осенью мне в сентябре месяц ее сам свозил в район и она подала но я не знал что на документ она все это в тайне ну свозил ты я вез катю она прицепилась хорошо чем она там мама написала мотивация какая мне пришли документы с этого загса суда до заявление ксерокопии заявление и она написала я прочитал причину что жить с ним невозможно ну смысл это даже какая-то трактовка быть все написано жить невозможно хочу развестись потому что жить с ним невозможно не причина какая ты причина у плотких людей какой мужчина попал в аварию импотентом стал они сразу на это смотрят дальше не может содержать семью дальше буянит пьянствует что я говорю за тобой что-то числится это конечно конечно нет ну из-за чего еще разводятся то она кого-то влюбилась кого-то поэтому не может с тобой жить причины разводов какие то есть там определенные рамки не такой большой реестр разводов то я спросил севастьяна она подка севастьяна это брат нашли член общины ему рассказал всю эту ситуацию он кто брат ты можешь сказать это юрист адвокат юрист адвокат севастьяна он сказал что это стандартная форма подачи заявления там весят образцы и она по ним пишет но это его точка зрения но судья то наверно дальше должен расспрашивать хотя бы что-то я не знаю что там какая у них была беседа научим вот так вот состоялась но вот такое заявление мне пришлось сюда было собрание у нас и батюшка спросил ее сколько лет прошло когда ты отвергла меня мужчину да она сказала три года три года это три года как у вас дети не рождаются но так а то бы может уже было не 7 10 ущербная демографическая обстановка стране ты что за это дело отвечать кому-то надо нет она ведь она уже все она себя исчерпала ну и дальше ну она мне инкремировала то что у меня переписка была какая переписка переписка с кем с путиным с медведев нет с молодой женщины была переписка и у тебя да а тебе сколько лет 48 48 значит она исчерпала себя ты не исчерпал еще наполненный сосуд и порох про пороха вниз и есть да еще ты переписка в чем она заключалась но у нас так сказать просто началась переписка какой момент когда жена отвергла в это время еще раньше да нет что готовы она отвергла уже три года а вот в прошлом году а ты где эта женщина того нашел я в интернете в одноклассниках закон наш запрет по интернету беседовать разговаривать не но у нас как я же не сразу вообще запрет знакомиться у нас запрет ты попал под запрет уже у меня 300 друзей там не важно женщины у нас написано который мужчина у нас принято специальное решение сейчас пойдем читать его будем ну и что дальше ну завязалась переписка где она женщина это она живет белоруссии это сколько километров до него тысяч пять тысяч пять и за пять тысяч километров ты узнал какая-то женщина хорошая не такая как твоя лучше а зачем тебе это нужно было зачем когда дома такая обстановка у тебя бурлящая у тебя пять девочек растут и друг 48 лет и какую-то женщина переписка а в чем смысл переписки был те что-то боги рассказывал или хотел приобрести душу да с этого или подмять под себя ее нет с этого началось ну и чем закончилось это да никак мы расстались и все ничего как просто сам ты понял что не то делаешь и отстал или как-то жена помогла отстать не было было собрание она все это выставила как она-то узнала про это в телефоне смс-ки сфотографировал а ты письма рукой не писал нет не писал ну для суда это может быть какая-то облегчающая сторона ну и и что она нашла что причина для развода ну я говорю что это просто она давно уже хотела и она уже не раз говорит и она максиму заявляла в этот переговор в этих телефоном сыну твоему сыну моему да что есть жить здесь очень тяжело очень она она настолько томится мучиться здесь потому что у нее первые два года пока была агрессия очень сильно настолько было тяжело вот это все переносить что ей тяжело было когда почему ленине тяжело ирине устиновой не тяжело но что бывает с человеком когда он перестает в храм ходить когда он выходит с общиной и любви не тяжело в соседней деревне приехала и не выковырнешь так понятное дело что а что с человеком бывает иуда был ученик христов а предал его что побудило конечно сатана конечно духовно духовное падение там когда она начала буянить вот эти первый год она стала хулить потерявку стала хулить вас батюшку я сразу понял что это хула на духа святого что это все и у нее все глубже и глубже и глубже и глубже и глубже все а что хулить может быть она справедливо обличала прислушаться надо было да нет она злобно форме безрассудство безрассудно стала просто злословить деревню людей живущих вас как руководитель как пастыря все я то в чем я не живу в потеряевке вообще-то мне приезжать нынче два-три раза приехал за лето всего ну понятно это дело но на духовном это все на духовном уровне а на духовном какое не духовный уровень что меня судят мне я вынужден просто прислушаться может я заблудился не туда тяну мне надо а бог дышит где хочет ну говори так понимаете просто злоба просто беспочвенная злоба она даже как-то подтвердить чем она меня конкретно обвиняет да просто что вот что я если жизнь но я бы умер у нее прекратилась эта злоба или нет или на мертвого продолжала бы я думаю бы и на мертвого значит я помочь уже не могу нет она тут уже и браунт не поможет нет она настолько уже запуталась в этом во всем погрязла я не знаю что лично я не вижу чтобы она уедет останется православная или свалится харизматом харизматом не знаю но она уже сейчас не православная дети уже все кресты поснимали зачем пропуск против постов она постоянно бунтует постоянно у него греха сегодня уже практически ничего православного не остается ну практически да она не молится я не вижу чтобы она крестилась кланялась она этого не делает она как дети это все могли пойти когда ходили в храм и вдруг ни один ребенок не ходит что ни одного избранного богом нет я вот прикидываю меня отец был против чтобы я знался с его родным братом с моего отца братом моим дядей а дядя был верующим что туда ноги не ложить нельзя нету стемнелось легли спать я ночью ползком проберусь к дяде чтобы послушать божественной книги меня нельзя было сбить а как так все до одного и сразу сняли избранный сосуд божий так не делает в чем дело то мы знаем это жития святых мать категорически против была била за волосы тащила из храма господь сделал так что пришел святой стал защищать а ее предупредил а мать по-хорошему не пускала он шел степью там волки были но бог сделал так что потом и мать может обратиться почему ни один ребенок ты не вырахнулся что она не туда мать пошла они бы если пятером согласились они и молиться ни один не пошел она детей этого не бросила а когда дети уже пошли туда на ту сторону и она легко теперь ее больше ничего не держит с собой связи нарушены дети все за нее тут вот еще куда надо посмотреть как это три года три года вот у нас был один такой момент мы жили в потери в корчено когда еще в потеряевку корчено это село за 15 километров от потеряевки да и к нам пришел саша дмуха с потеряевки вот пришел и стал говорить плохо на вас и мы это быстро приняли потому что вы ругали требовали как я ругал слова ругали меня уже касается как я ругал ну обличали это большая разница ругала обличал просите но справедливо несправедливо обличал в ту конечно по духовному справедливо вы обличали на к чему лоской взгляд плоской глаз он все это выворачивал на конкретно хотя в чем я обличал что это обличание стало вдруг руганью показаться как конкретно это саша приходил тогда ну что он мог говорить такое чтобы вот ее как-то отвратило не от меня она же от церкви отошла что такое он во мне нашел но это было еще до нашего переезда не об этом если я то остался тоже сам мне надо исправиться в чем меня обличают ругают речь уже не о галле идет обо мне дела хочу спастись я к вам это все тем примером говорю почему все так она не не видит не понимает почему но что саша мог на меня иметь то я вот чего интересует вы сашу исправляли от его заблуждение поправляли понятно обличали где-то лечили его врачевали духовно чтобы он смирялся но как я должен был делать конечно не поправили просто так он седьмой запад попирал чужим женам ходил он развалил семью две семьи развалил я еще должен был молчать игнать их начали про это все правильно вы говорили но плотской взгляд почему сейчас галя видит все в другом свете потому что она плотская она не может принять только то что тогда он еще не мог сказать на меня меня интересует не галя а я если меня где-то обличает даже несправедливо я сразу начинаю истоки искать откуда это знаешь или нет что то скорее скажи мне что я не умер до вечера я не хочу таким быть каким ты меня видишь я хочу быть другим но когда я вижу что там ничего кроме злобы нет я говорю ну ты обличи меня покажи где я там неверный был украл ну самуил когда прощался у кого шнурок ботинок взял там у кого что взял я ухожу обличайте меня все израиль весь молчал я ухожу из этой жизни мне 74 год мне играть уже поздно что саша на меня конкретно имел а если ничего не имел он ничего не имел он просто с плотской точки зрения объяснялся я мы плотские все это приняли вот то же самое сейчас и галя что она может духовного принять она сейчас плотская я это понимаю и чтобы сейчас не говорил ей духовно сейчас поясню когда поступила к нам как бы такое уведомление что здесь будет конгресс интеллигенции алтая тут со всего со всей россии сижались тут алфиоров был лауреат нобелевской премии ну и от нашей общины она зарегистрирована юридически то избрали меня а саша в это время у нас был а я не согласен а уже утвердили уже бумагу отдали но это оказалось оборвали позже а я не согласен развалился на моей кровати я говорю не согласен так говорит а да в чем дело это мы сейчас отзовем бумагу то я не пойду пойдешь ты я легко на это иду я не высовываюсь нигде но я так думаю но ты подтвердил сидят люди здесь по полный зал но объясни в чем почему ты решил что неправильно что меня избрали на этот конгресс еще неизвестно дадут мне там слово или нет мне дали это слово он так еще не мог создать не хочу это мое мнение и все так не бывает ты должен чем-то мотивировать а плохой депутат заворовался коррупционер его посадили ну понятно но не так просто мне не нравится да я не золотая монета что нравится не жена тебе нравится он ничего преднародно не мог сказать ни одного слова ни одного а я к слову сказать там выступил я как бы отвлекусь это тут уже сказать он там бы не выступил ему слова не дали а там борьба между коммунистами и демократами была очень мощная и потом всем давали по 10 минут мне всегда дают только 5 минут я это не могу объяснить то я для себя имею то есть они знают а ему зачем 10 он за 5 минут все скажет и когда у меня был суд я судился которая на меня написали там статьи в газете и был свидетель 1 секретарь кпрф от железнодорожного района города барнаула бобров геннадий александрович и вот он в суде выступает и говорит ваша честь я лапкина никогда не знал это опасный для государства человек он начинает а судя а в чем они не могут не опасно для государства ну арестовывайте пока я в зале суда нет и вдруг он забылся у него куда-то поехал он и говорит знаете конгресс интеллигенции со всей страны собрались люди громадный зал алтайского государства университета выходят там очкарики профессора академики и вдруг этот выходит вот таком говорит задрипанном костюмчики в валенках бороденка я подумал а этот то зачем всю картину портит но ваша честь ему надо меня потопить там суде а он забыл себе но ваша честь вот он заговорил я прошептал златоуст а судья сидит на меня смотрит улыбается потом поставил да я так и сказал сам себе почему я сказал интеллигентом может называться только тот кто знает истинный путь истинный путь знает только верующие и зачем вы призывали коммунистов если знали заранее что они будут только на разрушение вести а он коммунист первый секретарь забыл про все это вот продолжай дальше саша ничего не имел сказать а саша был близким не человек в нашей общине был один только такой человек который имеет дар слова настоящий дар слова и он все погубил я знаю о чем он говорил у вас ты забыл просто он лежал у вас отдыхал из галлии советовался а ты как бы косвенный пособник молчал и он думал как образовать общину отдельную потому что все нравилось ну как говорится советскую власть без большевиков так община но без игнатия и он думал как вывернуться и он думал как я я веду занятия в разных университетах школах он решил это же самое делать набрать тогда общину откуда люди будут приходить то я этого еще не знал никакого разговора и вдруг он говорит я решил занятия проводить не где вы а отдельно в другом да ты что вот здорово я вообще просто дыры такого я обрадовался саша ты серьезно серьезно какая была у меня литература библиотека я пол библиотеки свалил но я ему дадам не меньше полтонной литературы потом на тележке я возил и возил от него вот это евангелие надо раздавать вот так вот это так вот я снабил его по горло а потом сказал саша а когда люди будут приходить каяться ты их куда приведешь ну нельзя так покаялись бывает община церковь там московскую патриархию я никуда не вел московская патриархия у меня все кто приходили я в московскую патриархию всех отправлял теперь целая плеяда священников которые через меня пришли в московской патриархии а я еще не знаю я понял что ничего я говорю тебе не будет у тебя цели нет ты понял теперь продолжаю мысль попал в смысле как вот сейчас она мотивирует развод с религиозной стороны она развод может подтвердить развод возможен в одном случае случае прелюбодеяния до нее девятнадцатая глава матфея у тебя было то нет конечно не было нет ты что женщину в глаза видел да нет не видел ты к ней не прикасался нет нет дальше ты жену свою подозреваешь что она за это время там женя или саша с кем она зналась впала прелюбодеяния ну я этого не знаю но ты не знаешь а у тебя подозрение могло быть такое и ты подал бы в суд на нее за прелюбодеяния а да нет конечно если это мусульманской стране там нужно доказательство если доказательство есть парень смерти в этот день расстреляют и убьют и проще ну не в этот день там какой-то показывает как взрывает и гранату сунули отскочили и рванул на куски и нету здесь должно быть что-то а в обосновании положено но ничего нету это просто очередная как сказать повод для дальнейшей ее действий она давно этого хотела хотела с тобой расстаться да и все это она уже давно говорила и все это муторно противно все это внутреннее то что мне радостно то что меня побуждает действий а как же она на благовестие ездила с нами я думаю что это по инерции было по инерции по инерции просто она по она поездила потом она этим бравировала что я ездила я слушала я знаю о чем этот игнатий говорит только себе потерявки не о христе ничего он не говорит о христе ничего нет да то есть она этим спекулировала все я на нее смотрел да а как же она участвовала в обедах приходила к батюшке там что-то приносила я видел в южных фотографиях она ну она еще была как сказать господь касался а я знаю точно день когда они начался этот распад как личности и когда это было пока я веду дневники уже больше 50 лет поэтому я могу показать но не в этом дело делом что у нас деревня пасут по полдня я такого не слыхал никогда я сын пастуха я обычно отец выгонял еще снег не растаял и первый снег пока землю не покроет все еще пасет ни одного выходного я считал что это нормально вообще-то во всем мире так и пасут а у потеряевки такой народ подобрался что один день целиком пропасти они не могут до обеда один после обеда другой и сказать чья письма больше молока дала даже этого нельзя сказать и вот однажды так как твоя дочь катерина сколько сейчас лет двадцать один двадцать один но года три назад кинулась она была лишь четыре даже она пригнала и как раз овечек прогоняет мимо вашего дома но уже через дорогу перегнать только дорога обыкновенная дорога и тут денег называется кошара туда загнать но тут потеряевки еще придумали что они пригоняют овечек и не загоняют загонять будет третий человек ему отдельно платят тут вот какая комедия то и на это дело договорились с никитой устиновым а парень то такой что лицо не испорчено интеллектом но получилось что в этот вечер у любы напротив их живет которая одна женщина в ней сено надо было помогать метать и она попросила стоять там на этом как на зарочеке и он там было забыл про вещик ему надо добежать было загнать больше еще не надо ворота запереть а кто пасет он за это вроде я по опасным все и катя выгнала она должна была передать ему ну а прогнала а я то в это время иду по улице гляжу она из-за дома не вышла из-за твоего дома а там прямо сразу шагнула и в огород она не вышла и а овцы зачем они пойдут когда еще солнце высоко пасете это просто преступно пасете и а овцы отправились по полям и дальше пошли сколько волки съели там давайте уже предполагать только они пошли дальше по деревне я тогда пришел к вам и говорю катя а кто пас сегодня я знаю кто я пошла но если ты посла почему ты не загнала они моя это обязанность ну ты видела что человека нет и теперь тебе что столько овечек и тебе разницы никакой никакой нету мама тут кинулась на меня она загнала она не загоняла она тебе на огород зашла вы говорите не как я своим глазам не верю но если загнала покажи где они нет она никите передала никита все еще нет никита еще там с сеном возится он на хорошем деле вот этот день которого не было ей высчитали бы деньги там сколько пятеркам ну ты бы знал что тысячу долларов тебя загнать ты пришла загнала загнала бы вот где начался этот распад они на этом вывезли как ты можешь так не любить животных потому что от молока то вещах зависит ваша валюта потеряевки то я бы мог не говорить ей а я пришел и сказал пока все отключи потом следующий раз расскажешь я тебе говорю когда и мама ее в этом поддержала значит основания у нее нет а по мерзке это она на суде что-то могла сказать или даже не вызывали заочно развели но наша погода и это она хотела пойти ветер был сильный вот она пошла чуть-чуть вернулась позвонила туда сказала что прийти не может ну мы писать я отправил письмо что я против суда по почте потому что я христианин это противоречит канонам церкви вот и развели без нее фактически без нас без ее присутствия и даже вы судью не видели нет я не она она по заявлению подавалась раньше было не так вот у поляков у них так если вы решили разводиться значит обоих вас арестовывает в одну камеру одна ложка одна кровать одно одеяло одна чашка один стул вот пожалуйста за неделю примиритесь или нет большинстве случаев уже примеряется и все кончилось неделю вместе провести но из-за чего разошлись а дальше мало того еще дадут прослушать что-нибудь записи то есть во всем мире должно существовать то что как-то примеряет здесь ничего нет эта задача развалить семьи развалить страну вот вы как раз попали под это колесо я тебе сказал она просит уехать уезжай уезжай только обязательно в одно место я тебе сказал куда езжать попросить в чечню в южные районы и сразу прийти как с такалом и сказать я приехал к вам мусульман стояние принимая христианин но прошу помогите мне семья распадается к обеду она была бы с тобой говорится еще ближе все я слушал ко мне приехал один из киргизов и говорит у нас там приехала одна баба то но и дома не урядится мужик там ее потаскал за волосы там или погонял ну как обычно то ну баба то такая непокоривая она сама сказала она побежала в милицию написала сразу заявление и все так он вызвал вы писали заявление там когда начальник пришел вызвал ее расспрашивает так это серьезное преступление я арестовываю ваша мужа сейчас идем вместе арестовывать я постараюсь положить чтобы не меньше семи лет дали ему это изверг такой как ты могла с ним столько лет жить семь лет вы поняли нет ну выход есть если заявление заберете назад ничего не было не будет и она поняла 7 лет одна с ребятишками до нас с голоду сдохнет то нет я не буду так вы что заявление назад берете заявление отдал заявление так предупреждаю если еще один раз ты придешь на мужа жаловаться у меня подвал я тебя сгною там в подвале ты оттуда не выйдешь никогда и скажу что это просто сама упала туда все больше она ни разу не пришла так что я вижу исцеление болезни в чечне напрасно с ней воюет чеченцы очень серьезный народ с ним можно работать и просить и они придут на помощь я с ними сидел в лагере знаю что это за люди очень хорошие люди они умеют воевать умеют голову отрезать коран не знают а зачем как он шариат и зачем а по шариат он ее поставит на место он ей расчешет спину то у него все время кинжал рядом ты скажешь да ты же христианин но я ничего не делаю я просто говорю где как спасти и звук зол лучше если она не вы не разведется дети при вас будут я сейчас молюсь все время о твоей жене чтобы она не умерла чтобы дожила до момента когда хотя бы лет десять чтобы она увидела чем это все кончится где эти будут дочери что она будет иметь потерявки они имели полную стопроцентную защищенность да сколько лет у тебя не насосы не воровались здесь не на озере там у нас все двери открытые велосипеды на улице машина так этого ничего там не будет нигде тем более куда вы думали краснодарский край там я сколько знаю ставрополе это там рядом там это в первую очередь поджигать будут сейчас иран и россия сразу оттуда хлынут она едет сейчас идет там где ее врачи там ее самые лучшие врачи живут ты еще этого не знаешь а ты как сейчас оставишься один здесь она машины твои не продаст но еще деление имущества не было как суд а как ты знаешь что детей ей присудили почему ты так решил что не присудили я я стал грибе почему ты детей из храма вывела почему ты так это все надо что это они сами захотели я груз кем они остаются хотят они это не только со мной и она давая их тащить по одному и они все говорят мы с мамой с мамой а суд так и решает сейчас ребенок сказал с мамой отец на работе она всех на свою сторону перетащит ну вот кристина арбакайте у нее сын был и с одним она чеченцем и ничего ей при ему присудили почему рамзан кадыра выступил нас такой порядок сын всегда остается но и руслан остался с ним в чечне очень хорошие законы нам надо у них учиться учиться вернуться к строгости воспитания ну и теперь что вот сегодня у нас 14 марта 2013 года ты уже разведенные все да теперь только ты должен работать и кормить семью туда куда она уедет алименты платить а сколько но еще не присудили это еще не было суда она еще не подавала на алименты потому что она подала только но тут у него хитрость какая то есть дальше я не знаю что будет но ниже советники есть она говорит что только гражданский суд церковный брак она не расторгает а только гражданский понятно раз отвернулась то ей она перелезла через все законы да у нас тут нельзя обращаться пока до своим судом не решат я и говорю давай грумирно решить раздел чтобы тебе ну не разводиться если ты хочешь она говорит нет ягод разделит нас наше имущество только на основании развода поэтому я с тобой развожусь понятно но от кого-то советы ты получал от батюшки с бачка много беседуем вот только благое желает он ее останавливал призывал примирению меня давалось наставление к примирению я пытался подходить она все отвергает ей ничего не нужно только развода она говорит что ей потеряете очень тяжело все ей опротивило все тошно а что тяжело слово тяжело что она включает я говорю только как она сказала что тем временах она даже ну допустим лена барабаш которая в школе преподает как завучение тяжело тоже хозяйство у тебя сколько коров 6 а у игоря у него больше ну сколько больше я не знаю крупного рогатого скота у тебя сколько 6 9 9 а у игоря ну у него около 20 летом было 30 30 и жена и дети дети доят все делают сами твои дети ходят уходят нет нет ты на сепараторе даже сам работаешь да я все сам делаю мне даже когда случилось это дело что она перестала в храм ходить она даже от коров отказалась говорит вот тебе надо игры ты делай я вынужден был к виктору николаевичу соседу нашей общины наши потерявки своему соседу обращаться и он два года ходил помогал ко мне доил выполнял ее практически ее функции управлялся доил все делал она отказалась полностью я слышал такое будто бы когда ты уезжаешь если она коровом там что-то подаст подойд то когда ты приезжаешь она себе деньги просят высчитывать да вот она участвует вот этот зиму которая нас меня установила плату 300 рублей за то что ты я коров даю 300 рублей в это время приезжал в город продавал сливки покупал продукты в это время на себя дома высчитывал нас меня высчитывает и она еще занимается курями я ее яйца вожу продаю ей все деньги отдаю сто процентов да а нас на то что я заработал с молочкой я покупаю продукты там все расходы все это не все вот и она это и ко всему я спросил почему 300 рублей она типа говорит это не мне это насти так насти я и 500 я еще и от себя 200 рублей буду еще насти ты куда давать у нас все учится живет в общежитии учится на дневном я всю жизнь а почему на общежитии у нее родственников нет городе так как же нет у меня две сестры здесь есть а почему она не у сестер не твоих а живет в общежитии мама убедила уйти потому что она во всем обвиняет загуляевых что они нас рассорили потому что я загуляю это моя сестра взять возраст то что они якобы с ее точки зрения постоянно льют на галю грязь мои уши я принимаю так но другая сетанте льют грязь там проверять не будем а другая сестра у тебя как ее звать лена на почему не у нее молоденькая девчонка сколько лет насти но она младше кати ей сколько она сейчас 20 лет будет уже 20 до и и что она какая-то насти это теперь в общежитии общежитие же это вообще жить и жить лучше чем у родной сестры ну вот так мама убедила их сделать она говорит это ягод чтобы и по того чтобы они не слышали эту грязь на которую есть грязь она заботится грязи до который уют на якобы льют на на галю поди родственники я очернила очернила всех в глазах детей всех но неважно неважно это у бога другая шкала у меня здесь жила одна сестра знакомая но она носила шапку там серебристые там какие-то все я говорил не носи не надо ну не христианское это деяние но внимание и вот она получила деньги получила хорошо может даже не за один месяц идет у нее паспорт ключи дорога ее шиба здесь один все отнял ключи паспорт деньги и шапку она утром идет платочки я говорю ой 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 у меня сколько помощников в городе то ты смотри я говорил ноль внимания этот ученик мой вышел ученик помощник какой-то и гляжу завтра идет спокойно в одной так что на твою жену у учителей найдется много ты только на нее ничего не имея хорошо желание молись по-хорошему я слышал она крестилась что у нее не все в порядке было при крещении да она сознание потеряла когда она после крещения когда мы вышли из воды оделись и батюшка а мы московской патриархии же были крещены газа нас уже миром не мазали да вот когда мы вышли уже из воды оделися когда батюшка уже молитву стал читательных все стояли то вдруг и стало плохо она потеряла сознание упала в обморок она как эта материя это объясняет да никак никак объяснения не было просто не кушала устала на солнышке плохо стало и все на солнышке как раз там и не было на солнышке она в палатке была значит дело в том вот какое что при крещении когда случается что-то подобное это и у церкви принято что знамение был такой константин капроним и когда он был в купеле в это время испражнился его называют гнойной а андрей кураев выступает говорит ну это не такой перевод на самом деле константин говнюк говнюк говорит водка а другая значит написано в это время в обморок упала упала и прикрещение потому что а кто такой это в будущем будет елена блаватская главная ведьма страны так что за этим что то есть я не знаю но тебя сколько знаю из истории при крещении в это время при особой благодати чтобы человек терял сознание и тому такого не бывает это препятствие демон демонической силы а отдельного не были припадки когда-нибудь до этого были а когда в чем заключались у нас я не помню как это было ну я помню что я ее в чем-то стал обличать но не обличать не во гневе а скротостью у нас какой-то вот конфликт не конфликта нестыковка произошла я и стал убеждать 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 и она она от меня как бы у нас там тамбур в тамбур вышла и есть стало плохо она упала палопать вот сайт сознание потеряла и упала ты обличала да я обличал духе кротости все так духовной позиции обличал я понял что там не так страшно за нее стал я вот так на него упал просто закрыл стал молиться господи наказывая меня накажение не наказывает вот у него было этот случай и она тут вроде бы как отошла я ее отнес и что она говорила хоть маленько про то что там и это как в жизни изменится все по другому будет ли как она понимая она ничего не понимает у нее все нацелено на то чтобы сделать отомстить они осетить все я вот смотрю анализирую все подходит только отомсти вот так она мне говорит так вот мы уедем вот и поживешь без детей вот ты вот посмотришь как это жить иáis ты вот так вот тебе вот будет вот так вот все это все-то я молчу молча. Дивлюсь. А ты как думаешь, тебя не постигнет вот эта немощь этот Карачу, что так же будешь желать там, чтобы было? Она где бы что ни было, она всегда радуется. Это я знаю. Что бы ни было? Нет, я молюсь, я благодарю Бога за все. Я знаю, что все это от Бога. Что другого пути просто быть не может. Потому что ей надо смириться. Она вообще не может смириться. Она никогда... А смирения у нее понятия никакого? Никакого нет. Ну а какая у нее мать была? Говорят, хочешь жениться, познакомься с тещей с будущей. Какая мать-то была? Кроткая, смиренная? Нет. Мать очень конфликтовала с отцом, жаловалась. То же самое, что делает Галя сейчас детям. Мать тоже жаловалась детям на отца. Дети были в поношении. Отец был в поношении у детей. Вот даже сын при мне, уже будучи ему, когда женились, кидался на отца, дрался, бил его. Вот. То есть да, вот так вот. И мать тоже. Потом первый год-два мы жили с тещей хорошо, а потом то же самое. Я стал ощущать на себе вот это давление, что она оказывала на отца. Поэтому мы сразу ушли от нее. И у меня мира с матерью никогда не было. С тещей. С тещей, прошу прощения. А с тещей мать тоже мать. Да. Так я слышал, что мать любила выпить. Да, они пили. И отец очень напил. И у них гулянки были. Ну Галя как говорила, что что она не напивалась, и всегда ей пьянка была противной. Я всегда удивлялся. Думаю, это редкость. Сын пьет. До сих пор пьет. А она как удержалась от этого. И вот так вот у нее. Но я так думаю... Она сама-то думает, простите, простите. Думает, Галя, что там впереди будет. Она сейчас приедет, и как как она видит? Купит дом. Дальше что? Не знаю. Но она на такую сумму апеллирует, да, ведь. На 600 тысяч. Вот ей надо 600 тысяч. Но 600 тысяч не такие большие деньги, где она думает покупать. И чего она на них думает купить дом? Дальше-то как жить? Не знаю ничего, Игнат Тихонович. Я вот смотрю, почему я остановился от этого, от всего, от уезда. Потому что я реально вошел в ту жизнь от потерявки. Я понял, что это будет мне не по силам, я остался. А она как? Игорь, помнишь, я тебе постоянно даю совет один. Непрерывно благодари Бога. Пойдешь в корову, махапку сено возьми, это в уголке, чтобы на колени встать. И там молись Богу. Это говорю. Не менее, чем 7 раз в день становись на колени. 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Желаем только блага. Работай хорошо, чтобы дети были сытые, в достатке, обутые, одеты. Это твои дети. Ваши разногласия никого не касаются. Главное, это дети. И Господь может претворазумить и детей, и все. Ты всякую эту фальшь, знакомство по телефонам, замри. Я все давно уже... А она раз тебя обвиняла, она может выйти замуж. Я даже такое допускаю. Знаете, у нас был такой момент, мы когда ехали уже, я-то не знал, ехали с мамы-то в машине, и она тут мне возвести, сказала, что она подала заявление на развод. Я удивился так. Вот. И она тут, давай меня опять полоскать, грязью лить на меня, там обличать, обвинять, ты там такой-сякой. Вот. И когда мы приехали в урывки, машину ставить. Я машину поставил, и когда заходил к хозяевам гаража, и вот у меня такое было, как, что, слышал я, что, в чем она тебя обличала, она в это все сама впадет. Да. Такой закон. Это убога такой закон. Это убога закон такой. В чем обвиняешь, в том ты. Поэтому, не судите, да не судимы будете. Ты ее сейчас никак не суди. О ней больше ни одного слова плохого не говори. Если между вами что-то было. Только чтобы она не погубила душу в вечности. А все остальное, наши страдания на земле, они такие маленькие, такие ничтожные. Я все время за нее молюсь, и прошу Бога, чтобы он ее простил. И теперь, апостол Павел говорит, остался без жены, не ищи жены. И читал такое? Читал. Так, ты должен Бога прославить, что ты один. Женатому спастись труднее, чем не женатому. Чем не женатому. Настолько, как со связанными ногами бежать. Тебя Бог любит, и тебя от этого освобождает, притом без твоего желания. И ты это прими, как от Бога данность. На этом замри, и она тебя в чем обвиняет? Сейчас. Да в чем обвиняют? Ну да. Ну, как встань со мной рядом. У тебя рост какой? Метр семьдесят восемь, метр восемьдесят. Метр восемьдесят. У меня метр семьдесят два. Вес какой? Не взвешался. Ну, больше ста килограмм. Больше ста, повернись. Метр семьдесят восемь. Значит, 75-25 минимум, 30 килограмм тебе уже долой надо убрать. Да. Понял? Понял. Значит, ты поставь себе, это никому не надо. А то Павла обвиняете в пьянстве, а рядом он правильно говорит, через запятую написано, о чем обвинение и прочее. Когда Павлу пьянство-то было там. Он в данном случае сказал правильно. Не так, что ты пьянец, а дальше через запятую и другие грехи мы все должны смотреть. А если виновен в одном, виновен во всем. Значит, как? Сейчас идет пост. Из поста ты должен выйти другим. Пугачев, он за две недели, говорит, 30 что ли килограмм сбросило. Оно ну может быть. У специального человека консультироваться. Ну это не важно. Ты одно только все. У нас одно. Молитва пост. Больше работы не бойся. Ну, чтобы сердце не надорвалось. Оно у тебя слабенькое. Слабенькое. Видишь, тебя трудно будет на кладбище тащить. На санках так и вести. Поэтому лишнего убери. Все вожделения прочь долой. Утренняя, ночная, вечерняя молитва дневная. У тебя все будет как надо. И не так, что ее нету, поэтому мне хватит две коровы. Ты заведи еще коровы две. Ты обработаешь. Повезешь. Их дома не будет. Там кто будет помогать или кто-то как-то. Ты, чтобы дети твои ни в чем не терпели недостатка. А уже остальное в руки Божьей надо довериться. Понял? Понял. Ты не обижаешься, что я с тобой разговариваю? У мусульман у них очень сильные рычаги. Он сейчас только вышел, сказал, с женой развожусь. Крикнул три раза, сосед услышал, все, она уже не имеет права в комнату заходить. Все, что на ней только есть, за дверью больше она не заходит. Если беременна, ждать, когда она родится, и она выкормит. Сын остается и дальше без ребенка уходит. Там другие законы. А у нас, у мужчин нет никакого закона. Развратная власть, развратная закона, развратная обстановка. Этот мир Господь назвал прелюбодейный и грешный. И мы должны понимать, пришли на эти скорби. Было хорошее у вас, ты ее взял по любви, так? Старайся в памяти возбудить вот это. И скажи, что были хорошие моменты, у тебя дочери такие красавицы, чтобы они не попали в руки тем, которые сделают их наложницами. Вот куда они пойдут без Бога. И поэтому твоя задача, чтобы дети были верующими. Мы будем собираться сейчас. У меня сегодня интересные, опять меня додают по интернету Константин Кочегаров, священник один, и стал там немножко не так. И его патриархия, он патриархийный, на 7 лет отлучили. То есть даже причастия не разрешают. Ого! И меня попросили прокомментировать. Ну, я согласился и вот на две страницы написал просто. Вопрос можно? Да. Но это причастие отлучают, а за смертный грех, за какой-то... Ты торопишься выехать? Вообще-то да, мне надо. Но если бы ты не торопился, мы в данный момент идем сейчас в трапезную и там будем записывать вот это. Я полностью объясню это. Ну, сам посмотри. 40 минут. Нет, я не смогу. Не можем. Все, благодарим Бога тогда. Если у тебя ничего нет... Я потом, может, заеду, запись скачаю. Ну, приедешь тогда, конечно, можно скачать. Господи Божий наш, слава Тебе, всемогущий Создатель, благодарение Тебе. Господи, слава Тебе за голговскую жертву, за пролитую кровь, за каждого из нас страдал. Кази сердце Галины, это буйство, непокорность, удали от нее. Спаси этих детей. Как они будут жить, Господи, без Тебя? Укрепи их в вере, чтобы они не приняли и начертания зверя, если это будет при нашей жизни. И брата укрепи. Помоги исправиться во всем. Помилуй нас. Исполни нас любовью к Тебе, чтобы мы были водимы Духом Твоим святым. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу. Слава.